Алексей, не стучи охлопай. Это проект интервью об интервью. Что же стоит посмотреть на этой неделе? Напоминаю конкретно я, Евгений Вольтов. И Леша Набросов. Это вот он. И что посмотреть вообще не стоит? Тоже напоминаем вам. Собственно, где все это можно одарить обратной связью? Конечно же, во всех наших социальных сетях ВКонтакте, в Телеграм, в Инстаграм, в Яндексе. Найдите, собственно, ту социальную сеть, которая вам более люба. Например, Ютуб, может быть. И, конечно же, комментируйте. Мы будем очень рады. Нас в Телеграме нет. Тебя нет, а я есть. Я приехала выиграть. Я хочу там стать чемпионкой мира, хочу стать олимпийской чемпионкой. А Саша Трусова, которая кричит, что она ненавидит этот вид спорта. Камила плачущая. Я, во-первых, знала, что на Олимпиаду я еду в очень хорошей форме. Наша программа, мне, если честно, напоминает все больше дерзкую готовку с Лейсан Утяшевой. Вы знаешь, непонятный гастротур. Что не гастроль, то гастрит. Мне кажется, Лаура Джугелия и Анна Щербакова вряд ли вызовут гастрит. Это, наверное, скорее всего, приятная шоколадка нашего обзора. Именно Анна Щербакова стала новой ведущей ледникового периода. А еще Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, которая участвовала в каком-то грандиозном допинговом скандале. Ну, как она участвовала? Участвовали все девчонки. Да, там досталось Загитовой, досталось всем остальным. Собственно, об этом с интересом Лаура на этой неделе и выясняла. Ну, а еще она понавыясняла, что молодой дарование ни разу не стояло в кадре. И у нее этот опыт, ведущий на Первом канале, он прям первый. Потому что там такая хватка стальная. И причем удивительно, насколько девочка воспитана. Анечка, ты просто огромная молодец. Что мне понравилось? Понравилось то, что даже на самые каверзные вопросы журналистки она отвечала с уважением, развернуто. И уходя от вопросов. Особенно, когда Джугели задала ей, типа, а кто из пар показался тебе вот прям вау, что вот рост колоссальный? Ну, не думаю, что я готов об этом рассказывать. Прям вот так точно ушла, так красиво. Удалось обсудить и слезы, и боль. И на самом деле, как-то очень легко это Анечка все переносит. Но, по крайней мере, это так несет. Вот что значит олимпийская выдержка. Безусловно, да, этому интервью, я бы даже сказал, фаворит. Прям Джугелия Ван Лав. Какой фаворит? Ну, в самом начале. А интервью реально клевое. Такое мороженое эскимо на палочке. А говоришь, не фастфуд. Эскимо, не фастфуд. А что это? Мороженое. Настюк, здорово, родной. Ты что? Тебе тоже на корпорат пригласили к азербайджанские нефтяники. Да слушай, Васянь, ну кризис кризисом. Ну азербайджанские нефтяники так не живут, тут я живу. Не, ну с акцентом звонит, говорит, чемодан с зеленью тебе ебнусь. Прикол. Не, ну чемодан с зеленью тебе предоставят. А ну дай лапушку, ну пойдем, мам. Настя Ивлеева на даче со своим дядей. Ой, Баста. Я считаю, что уж кто-кто, а Вакуленк-то достался ей не просто так. Мы обсуждали выпуск вопрос реду... Да, блядь. Проклятие подводок, проклятие подводок. Мы обсуждали около недели назад выпуск шоу вопрос с ребром, где Ивлеева вместе с Жараховым выступали. И знаешь что? Вот этот продукт мне понравился больше. Когда Вася Вакуленко дает интервью, это всегда прикольно. Он и пошутил, и про политику, кстати, тоже они немножко поговорили. В контексте того самого голосования за пенсионную реформу извинился Вася. Да, чуть-чуть. И рассказал, конечно же, о воспитании девочек своих, и о их музыкальных вкусах, и о Газгольдере немножко. И вроде бы обо всем и ни о чем. Клево получилось. Баста, он вырос. Это нога на Баста. Они посидели по-доброму. Потому что когда Настя была у Басты в гостях, и там было прям совсем не о том, и Настя немного такая была закрытая. Она не была закрыта, она была немножечко на пафосе, потому что каждый раз, когда Ивлеева дает интервью с момента Дудя, она думает, как бы что-нибудь не с***нуть лишнего. А тут она на своей территории, и граблями-то в лоб получила. Это самый классный конкурс вообще за всю историю дачи. Потому что видеть, как Настя Ивлеева раз наступила на грабли и прилетела, баста тут же идет, и ему бац на грабли прилетела. Но это очень смешно. Символичная совокупность всех этих факторов говорит, да, в моей маленькой, но очень умной голове этому интервью. А я чисто за яйца поставлю, да. В доходах, в каких-то будущих социальных лифтах, что вот конкретный 22-й год, принципиально ничего не меняет. Просто в некоторых местах усугубляет и так безрадостную картину. Жизнь тлен, и она скоро закончится, по мнению Натальи Зубаревич, в интервью «Скажи Гордеевой». Признанная иноагентом. Здесь немножечко без политики, конечно же, не обошлось. Я бы даже сказал, без социалочки. Интервью мне показалось неоднозначным. Оно специфическое, но опять же, потому что, опять про политику. У нас уже было такое, что вся страна вдруг стала вирусологами. Далее, после того, как вирус подверг в шок весь бизнес, вся страна стала вдруг кризис-менеджерами. А теперь все вдруг стали политологами. Вообще, Наталья профессиональный щитовод, если ты заметил. И вот мне очень как раз импонирует ее подход, как она сказала, я профессиональная сволочь. В том плане, что когда ты анализируешь, например, экономическую систему России, будет ли в ней безработица или нет. Или, условно, где есть золотые жилы, все еще. Где есть запасы, где дойные коровы уже померли. А где, собственно, есть патологический страх обвала системы. К великому сожалению многих европейских стран, по мнению Зубаревич, ничего не обвалится. И это россиян должно, мне кажется, обрадовать. Во всей остальной социалочке согласен. Это вопрос вкуса или вкусовщины. Смотреть вам или не смотреть, выбирать, конечно, вам. Но я скажу, скорее посмотрите. Меня очень порадовали расчеты. Хоть кто-то сказал, имея противоположное идеологическое мнение, что что-то будет хорошо и будет налаживаться. Астролог мы не соврал. Екатерина Гордеева так много говорит о том, что на российском телевидении очень много пропаганды, как сама стала пропагандисткой. Не очень рекомендую это. Ну, Вера уехала давно. Она же заявила у меня в интервью, что она никогда не была украинской певицей. Родина, где платят, родина, где кормят. Так им и надо. Ни одной святой антипропагандой наполни наш выпуск, потому что к анализу я предлагаю тебе еще и эмпатию Манучи и Елену Дропека. Известную актрису, а также депутата Государственной Думы. Вячеслава Манчарова. Дропека пришла рассказывать про культуру. И вот в контексте, когда два человека так или иначе по разным причинам понимают друг друга, разговор сложился как-то получше. И образ Дропеки для меня не такой воинственный и противопоставляющий ее профессиям стал. Мне нравится интервью Вячеслава Манучарова, но все-таки они прям какие-то, ну вот рубрику что-либо он добавил, ну помимо стихов в конце, что-нибудь как-то вот оживил. Потому что сидят они в одной и той же студии. Кстати, он уже, ну как бы, по ходу дела арендовал ее очень надолго и снимает там уже не первое интервью. Ну, чего-то добавить хочется, а чего не могу понять, но порекомендую посмотреть. Я тоже порекомендую, ребят, потому что мне очень понравился тезис о том, как будет развиваться киноиндустрия. Поскольку киноиндустрия у нас в целом, в общем, даже для просмотров во многом на стопе. Знаете, Zetflix всему голова и всякие Lost Films, точка нет, точка да, собака сам собака. И говорилось о контексте, собственно, того, что сценарии должны писать чуть ли не сами солдаты, рассказывая свои истории. Но, естественно, не сейчас. Должно пройти время, прежде чем все художественные кинофильмы на эту тему смогут быть романтизированы. Слава богу, Краснодарская киностудия достраивается новая. Она будет чуть больше, чем Мосфильм, если кто не знает. И появятся новые рабочие места. Так что, киношники, возвращайтесь. Вот, собственно, до этому интервью. За этот тезис точно. Да, обсуждение интервью было чуть меньше, чем выводы. Да заткнись ты. Тема нашей программы – спорт. Раз, два, три, четыре. Меня сейчас, наконец-то, Серёж, спасать на шпаган. Если мы хотим действительно какого-то результата, важна регулярность. Очень сложно быть в хорошей форме, а я нашла легкий способ. Такое ощущение себя, что ты колобок. Мои друзья были в шоке. Свет вокруг света и сразу три героини. Виктория Демидова, Самира Мустафаева и Алина Шпаг. Давай по паре. Деми Вика – это персонаж, известный очень давно, кудела после родов. 20 килограмм за три месяца. И мыторствами и попытками найти лучший способ для себя она его нашла. На этом, собственно, её история и построена. Сейчас любой врач скажет, что это Unreal и это неправильно. Не прибегайте без советов диетолога к таким радикальным мерам. Не морализируй, пожалуйста. Вот это вот моралите Деми Вика не любит в своём блоге. И на самом деле как раз показывает, что в целом-то всё может быть легко. Врёт или не врёт, узнавала Бодарчук достаточно долго. А вот Самира Мустафаева на контрасте с Деми Викой выглядит такой, знаете, маленькой бабочкой, расплывающейся в удобной растяжке. С мужем она открыла этот бизнес. И несмотря на то, что они уже развелись, собственно, она продолжает его вести с бывшим мужем, периодически встречаясь в коридорах. Первая задрипанная студия находилась где-то у чёрта на куличиках. И ей как раз подруга сказала, слушай, я бы тебя, конечно, поддержала, но у тебя свинарник. Это как раз... Спровоцировало переезд в новую студию и теперь где она... Абсолютно верно. Их аж в четыре штуки. Ну и моя любовь, просто любовь всей моей жизни. Это Алина Шпак. Дело в том, что часть веса, которую я в своё время сбрасывал активно, я сбрасывал по книге «Твоя жопа в твоих руках». Цитирую. Книга так называется. Я даже помню, как мы с Алиной познакомились. Она заказывала рекламную интеграцию у Алены Водонаевой. Она, собственно, пиарилась через блогеров. И мы приехали с Аленкой на съёмку. И первое, что мы увидели, это худощавую, красивую, как блондинку. Вот на таких вот платформах с бутылкой просекой и бургером в руках. И она говорит, ну что, давайте тренироваться. Она познакомилась с Татой Кальницкой и выпустила при издательстве «Эксмо» книгу «Твоя жопа в твоих руках». Вот один вопрос. Книга помогла? Да. Тогда стоит это инфриво посмотреть. Вкусные точки. Не могу не спросить про твою старшую дочь. Супруга бывшая ошарашивала, всё, мы уезжаем в Америку. Она одна и далеко, и папа постоянно тянулся от ней. Нет, я не отдам ребёнка. У меня была ревность к твоим новым детям. Никакой ревности или какой-то этого не было. Ну и новинка, хотя Наталья Подольская уже не новинка. Короче, Наталья Подольская и тот, кто собирает стадионы. Сергей Жуков. Крошка моя, я по тебе скучаю. Сергей Жуков оказался у Подольской. Здесь, в первую очередь, мне показалось как отец. Потому что уж больно много они говорили о парадоксальном воспитании и отношениях Сергея и его прекрасных детей. А заметили вообще всю историю, как инфлюенсеры сейчас приглашают тех, на ком вообще выросла аудитория. И здесь мне понравилось ход то, что не просто вот они сели вдвоём и поговорили, а то, что психолог за кадром объяснял манер поведения Сергея на тот или иной случай и делал из этого выводы. Ну, такие, широкими мазками. А я тебе скажу почему. Потому что, мне кажется, у наших господа интервьюеры откровенно от того, что потом какие-нибудь Сафины и другие прочие психологи сидят и разбирают, в какую руку повернул Сергей ногу, что называется. Разборы психологов разбором розни. Например, Дина Леанова. Ну, реально крутой психолог. Я бы даже хотел, чтобы она наш, например, разобрала. Да, Лина Дианова только. А, да. Возвращаясь к интервью, что запомнилось помимо того, что он собирает стадионы и общается с детьми? Что Сергей Жуков не просто тот человек, который записывал аудиокассеты, а теперь это отец, он даже сына продвигает туда же. И мне кажется, если он повторит успех руки вверх, а его сыну точной копии, но это как бы сам Бог велел, то это будет просто нескончаемый конвейер дальше. Что не предугадал Андрей Разин. Надо было своих ласковомайцев-то рожать. Правильно? Он не смог бы. Почему? Ну, нашел бы какую-нибудь бабу. А, в этом плане. Рекомендую посмотреть интервью Сергея Жукова. Найдете пару моментов от психолога, которые будут полезны. Сейчас закрываю наоборот. А спонсор нашей прекрасной программы сервис доставки здорового и вкусного питания на каждый день. Гроуфуд. Алексей так радуется, потому что он не ел его аж полтора месяца. Алексей, разбирай. Так, а что у нас тут? Креветочки. Кашка. Лосось сливочный со шпинатом. Макарошки с лососем. Блинчики. Так что говорите, у Гроуфуд полезное питание, да? Да, очень полезное, а самое главное выгодное. Многие думают, что по какой-то причине заказывать еду это дорого. Ничего подобного. Рацион вы составляете по колоражу, по любимым продуктам. Они любимые можно исключить, кастомизируя меню. А где? Ну, конечно же, в приложении, Алексей. В приложении Гроуфуд, которое вы скачиваете по QR-коду, который вот здесь вот прям вот и появился для вас уже очень-очень сильно давно. А что мы даем? А даем мы 10% скидки по промокоду интервью. Всем еда и еда. А почему я все подборки прочитал и ничего не съел? Что за дискриминация? Как всегда, четверг. Как всегда, окна связи. Меня, как всегда, зовут Евгений Рыбов. А сегодня впервые за долгое время я утром встал и захотел что-нибудь станцевать. К счастью для всех, я этого не стал делать. Но, тем не менее, к нам в гости пришел, и я прям сейчас. Режиссер, хореограф, актер, а с недавнего времени еще и заслуженный артист. Но это не профессия. Но это не профессия. Но, тем не менее, очень рад тебя видеть. Егор Дружинин у нас в гостях. Привет, очень-очень рад. Здравствуй. Плохому танцору Алексей, как известно, и мешает кое-что из конкурсов Насте Ивлеевой. А вот хорошему светит интервью окна связи. Егор Дружинин пришел в гости к одноклассникам и рассказал все от *** до батона. Давно Егор Дружинин такие интервью не давал, все Мигель да Мигелил. А Дружинина был рад увидеть... Мигель Мигелил. Да, Мигель Мигелил. Дружил, Дружинин дружил. Дружинин, дружилил. Да, вот. Да, вот так хорошо. О чем интервью и почему, Алексей, ты сбиваешь меня уже в второй раз. Табличка, блин, дорого-богато. Не надо ломать. А вот с таким акцентом, Алексей, тебе лучше пойти в Яндекс.Такси. Егор Дружинин, очень радостно мне, что он появился в числе интервьюируемых, потому что, ну, действительно, культовая персона в мире танцев. И в одноименном проекте на ТНТ он засветился. И каким-то образом параллельно на СТС проник, что в целом, в общем, да, обычно, если уж лицо одного канала, то оно одного канала. Такое редко бывает. И хореограф-то он фабрики звезд. Такое ощущение, что это white media делает все таким образом, чтобы о их продукте говорили все чаще и больше. Чуть дальше у нас еще один инфлюенсер, который там же засветился, на том же канале, в той же программе. Но здесь это вот прям прогрев к маске и танцу. Я был очень рад Егорку увидеть. Лысина блестит, он прекрасно выглядит. Я скажу этому интервью, да. Всегда хотел научиться танцевать, но мне медведь на ухо наступил. Тоже скажу это интервью, да. Сердце отказало раз. Какими были последние слова? И главврач клиники мне говорит, Лерочка, он пел. Сердце, в свою очередь, было растворено салями подагры. Последний наш звонок посылали друг друга. Хочешь родить сына Пьера Нарцисса? Тысячу раз да. Я знаю, души перерождаются. Просто рвали друг друга. Халатно друг к другу относили. Алена Блин и жена Пьера Нарцисса. Или немного мистики в интервью об интервью. Я вот уж никогда в жизни не подумал бы, что появится вторая сестра четвертого солиста группы Нана. Четвертый племянник внучатой бабки Разина. И тут жена Пьера Нарцисса. Почему Алена позвала, на самом деле я понял. Она недавно шутканула в проекте Алена Блин, говорит. И сказала типа, давай-ка я позову ее. И позвала. Я понял, что это склеечка, потому что она уже, так сказать, ее звала заранее. Наверное, не зря позвала, потому что касательно личности Пьера Нарцисса и его скоропостижной смерти, большое количество слухов ходит. И дрались-то они там на похоронах с любовницей. И дух-то они вызывали на известной программе про экстрасенсов. Мракобесие полное. Но самое интересное, то насколько сильно Валерия верит в то, что с ней происходит сейчас. Мракобесие полное, вот правда, даже на перемотке не смотрите это интервью. При всем моем глубоком, величайшем уважении к Алене Блин. Не блокируйте меня в Инстаграме. Заблокируйте его, Алена, в Инстаграме. Я скажу, посмотрите, потому что это полнейшая кринжатина с точки зрения исполнения героя. Если прям вам хочется подтверждения о том, что с вашим миром все в порядке, посмотрите в потусторонний мир Валерии Калачевой. Ничего, порадуйтесь. Обратно? Да? Все благодаря мне. Родителю же надо что-то с этим делать, когда его ребенок говорит. Вообще-то я сатанистка. Тут еще неизвестно, кто кого воспитывает. Мне кажется, что мы подопытные кролики. Боже мой. Мне очень важна связь с более молодыми. То есть вы конкурентки? Абсолютно. Мужчинам 50+, пожалуй, нет никаких вопросов. Давай, пожалуйста, 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 что-то делать! Та, на чьих песнях выросло поколение, глюкоза у самой Меньшовой. Я надеюсь, что в отличие от Эльдара Джарахова у тебя с глюкозой все в порядке. И не в моменте. Глюкоза потихонечку, на мой взгляд, становится Наташей Ионовой, потому что опять большое количество времени. Сама Меньшова, его величество, всея Ютуба. Ну, кстати говоря, мне очень нравится ее подача. Да, и она растет. У нее, когда мы начинали, у нее было 200 с лишним тысяч подписчиков. Сейчас уже полмиллиона. Мне показалось глюкоза здесь вот какой-то, знаешь, как в песне «Снег». Такая медленная, размеренная, улыбающаяся, кроткая. Снег идет, а снег идет. А Наталья Ионова выросла. А это уже не та глюкоза. Это уже мама, актриса. И она развивается. Нет такого, что вот она где-то… Да у тебя все развиваются, Алексей. Так это же хорошо, пусть развиваются. Замечательно, Леш. Только из интервью. В интервью мы говорим, а еще, это так интересно. Да, ну, блин, интересно. Но ты не можешь заниматься одним и тем же. Она не будет глюкозой до пенсии. Это нормально. И классно смотреть за ростом. Это тоже, ну… Ну и в каких же сферах жизни, по-твоему, выросла Ионова? Ну, во-первых, она мать двоих детей. Причем она объяснила, что у нее две разные дочки и одна даже запела. Аргумент номер два. Она стала актрисой. Не знаю, заканчивала Леана. Если ты имеешь в виду великие роли рядом с Александрой Ревой в «Бабушке», ну, слушай, ну, это все-таки какой-то такой мейнстрим, который вот-вот сейчас выйдет на ТНТ. Вот эта самая ирония судьбы и Ольга Бузова вроде Гали, а Картункова вроде Надя. Этот тезис мне лично не подходит. Я не считаю, что Глюкоза великая актриса. Она культовая певица, но не культовая актриса. Мне кажется, что сам лейтмотив интервью стал бы гораздо интересней, если бы дочки появилось побольше. Потому что Лида у нее, конечно, совершенно другого характера. Только это было очень давно. Даже как культовая певица. Вот мне непонятно, почему она отказалась от песни Сергея Шнурова. Вот это был бы камбэк, понимаешь? Вот тут бы Глюкоза, так сказать, вышла, как Самбурская когда-то вышла в шансон. Очень много таких моментов, когда кто-то отказывается от какой-то песни. Бритни Спирс отказалась от Амбреллы и Ириана в... Ну, не дурли! Ну, не дурли! Блин, это нормально, когда такое происходит. В общем, Глюкоза клевая, сама Миншова обворожительная. Я рекомендую посмотреть это интервью, потому что смотрится, оно с легкостью хоть и идет 2 часа. Ладно, ладно, гляньте, не было давно Глюкозы. 5 дней максимум. Мне столько всего тебе хочется рассказать, мне столько всего произошло в жизни. Он был прям профессиональным Альфонсом. Да, профессиональный Альфонс просто пятюня. Я от тебя уйду, и ты будешь ходить вокруг меня и просить вернуться. Надежда Стрелец запустила свои стрелы в Иду Галич. И они таки долетели в самое сердце, если честно. Ну, во-первых, сразу интервью, как мне показалось, не задалось. Так как Ида перетягивала одеяло на себя, смеясь над собственными шутками. Мне кажется, это фирменный стиль Ида Галич в интервью. Она делает это на всякий случай, чтобы потом наложить закадровый смех. Вот дальше интервью меня завлекло. Во-первых, недавно я посмотрел сериал «Капельник». И когда я увидел в роли сценариста Иду Галичу, у меня немного челюсть такая, типа, а что? Она же вайны снимает, она же с Настей Ивлеевой винишко распевала. Но не тут-то было. Какое же клишированное представление у тебя, Алексей, об Иде Галич? Они уже очень давно с Настей нихрена не снимают. С момента есть вопросики, мне кажется, вообще не виделись, когда Настя у нее была на интервью. Мне интервью от раза к разу Иде на нравится. Единственное, что я уже, если честно, подустаю слышать о том, как она рассказывает, что она уже поменялась. Ида на самом деле парадоксально умеет сохранить старое и все-таки внести органически новое что-то. То есть от этого старого не отказываясь. Она сама об этом говорит. Нет, я, конечно, могу попердеть подмышкой для рейтинга, но я уже другая. А вот история как раз с Капельником меня удивила. И удивило меня то, что Стрелец по факту не дожала дополнительными вопросами. В смысле не дожала? У меня как раз такие челюсти отвисло. Ида Галич заговорила про наркотики. Мы против наркотиков, вообще наркотики зло. Вот всю эту историю с Капельником она списала практически из себя. И даже пример привела, поздравляя подобного человека, как главный герой Капельник, она «Христос воскресе, а вы приедете сегодня меня, прокапаете?» Интервью с Идой Галич получилось суперклассным. Потому что тот инфлюенсер, которого вы привыкли видеть смешным, в вайнах и прочем, рассказывает не только про себя, а про то, как он сделал работу над собой, что он, какие выводы из этого извлек. И теперь мы видим совершенно другую Иду Галич. В рубрике «Могли обсудить, но не будем». Синяя Анатольевна Собчак и шок. Интервью получилось опять политизированным, но к новой причетке Синьи Анатольевны классная. А небесная бухгалтерия между собой договориться не может. Поэтому у нас в этот раз два первых места! Два первых места у нас делят на этой неделе Ида Галич и Надежда Стрелец. И Лаура Джугелия и Анна Щербакова. Две замечательные инфлюенсерши, две замечательные величественные волшебные интервьюерки. Белых повестей. Именно, и поэтому у них, собственно, тот самый пьедестал. Леша бы, конечно, выдал золотые медальки, но он их уже подожрал. Ну, а аутсайдером на этой неделе становится история жены Нарцисса Пьера. Алена, блин, блин, вообще вышел Ком. Да нет, Комом вышло, на самом деле, интервью. Аленушка старалась. Надеюсь, что на следующей неделе будет интереснее, ярче. И концентрация скандальчика превратится в концентрацию скандалища. Хотя бы из-за героя. Дай бог, он у нас в Конституции. Ну что, все обсудили? Все обсудили. Что скажем? Скажем, подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Ставьте лайки и комментарии. Не забудьте проверить, не пропустили ли вы старый выпуск интервью об интервью и старый про старый выпуск. Нам очень нужны ваши просмотры. А мы продолжим вас радовать новыми дайджестами на следующей неделе. Мне кажется, надо еще сказать, где подписаться. Ты уже говорил это в начале, Леша. Короче, ребят, пока я поехал на съемки, а он вам тут все договорит. Ей богу, подводки выучить не может. Интервью не посмотрел. Дружинирова вообще не запомнил. Во Вконтакте, в Дзене и в Ютубе. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. И пишите в личку. Отвечу всем на вопросы. Что такое? Что? 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 Табличку забыл. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok